МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроект стал лучше, но закон будет хуже. За время работы закон становился то лучше, то хуже. Последнее улучшение попытался сделать Комитет Государственной Думы по образованию и науке. Довольно существенное. Так продолжалось до 8 декабря, пока руководство Комитета не повстречалось с руководством правительства. В результате были сделаны сразу 4 шага назад. Но все-таки мы хотим отметить большую работу Комитета и в частности то положение, которое указывает, что средняя заработная плата педагогических работников должна быть не ниже средней заработной платы по региону. Это должно быть заложено в нормативе финансирования. По сравнению с действующим правилом, это плюс, потому что сейчас это 70%, а не 100%. И тем не менее плюс со слезами на глазах. Во-первых, это относится только к учителю и никаким другим педагогам. Во-вторых, закон не включает даже положение указа президента Путина от 7 мая, который распространяет это и на высшие учебные заведения, правда, к 2018 году. В-третьих, закон говорит о заработной плате, а надо говорить о ставке педагога, потому что сейчас большинство педагогов работают на полторы ставки. Как сказал был Жванецкий, если работать на одну ставку, то жить не на что, а если работать на две, то жить когда. Есть и некоторые другие достижения Комитета. Перенесено в закон содержания федерального закона номер 11 о дистанционных технологиях в электронном обучении. Учтены некоторые наши предложения, связанные с образованием инвалидов. И тем не менее, уважаемые коллеги, я хочу при всех заслугах Комитета сказать, что 17 октября, отклонив проект федерального закона о народном образовании, Государственная Дума упустила уникальный шанс принципиально изменить курс образовательной политики, который привел к падению качества нашего образования, особенно в последние 10 лет. Созданная по предложению Людмилы Ивановны Швецовой межфракционная депутатская группа не собиралась ни разу, хотя должна была принимать принципиальные решения, в рамках одной партии радикально улучшить закон оказалось практически невозможно. Вот прежние четыре коренных системных недостатка закона. Первый. Закон будет исключительно рамочным. В нем по-прежнему около 150 отсылочных норм. Это паровоз для машинистов, а закон для чиновников. О распределении между ними различного рода полномочий. Второй системный недостаток. Несоблюдение принципа «не навреди». Закон по-прежнему принесет вреда больше, чем пользы. Шагов вперед он сделает до десятка, шагов назад более двадцати. Приведу примеры. Сельская школа. Сейчас ее можно закрыть только с согласия сельского отхода. Теперь можно будет закрыть с согласия некой комиссии. Понятно, комиссию ломать проще. Поддержка родителей и дошкольников. Сейчас родители должны платить не более 20% от цены присмотра и ухода. Теперь это положение отменено. Никаких ограничений на рост цен за дошкольные учреждения нет. Это значит только одно. Проблема очередения детских садов решится сама собой. Просить детских садов просто-напросто перестанут. Далее. Это уменьшение числа бюджетных студентов. При новой формуле за 3-5 лет их станет на 700 тысяч приблизительно меньше. Далее. Это дети-сироты. Они лишаются права на внеконкурсное поступление в профессиональные учебные заведения. Значит, еще меньше их будет социализировано. Сейчас это только 10%. Право студента на общежитие. Сейчас действует ограничение плата за общежитие не более 5% от стипендии. Такое ограничение снято. Все, что добавят на стипендию, уйдет на общежитие. Далее. Отступление от принципов светского образования. Факультативное изучение религии будет заменено на практически обязательное. Кроме того, вводится возможность для частных учебных заведений вводить религиозный компонент. Дай бог нам не получить талибан. Третий системный недостаток закона. Это консервация курса. Закон сохраняет то, что привело к падению нашего образования. Хроническое недофинансирование. Так называемое подушевое финансирование, при котором закрыто 15 тысяч сельских школ. Школьные стандарты, в которых можно оставлять 3 обязательных предмета. Обязательный ЕГЭ, размылающий духовное содержание образования. Принудительный баллонский процесс и так далее. Нетрудно понять. При таком курсе образовательной политики падение уровня образования продолжится, модернизация не состоится. И четвертый недостаток. Это отсутствие стратегии научно-образовательного прорыва. Главными факторами такой стратегии должны были стать новый удвоенный уровень финансирования. Новый статус педагога, не ниже госслужащего. Новейшие технологии, связанные с электронным обучением. Новая информационно-образовательная среда. Ничего этого в законе нет, уважаемые коллеги. И если мы радикально не улучшим закон или не отложим его рассмотрение, то мы должны понимать, что нам придется вспоминать известные строки Михаила Лермонтова и стихотворения названного «Дума». И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Нам нужна новая научно-образовательная революция, в том числе для того, чтобы избежать политических потрясений и деградаций страны. Спасибо.